И третья новость, это уволенный из Министерства лесного и охотничьего хозяйства области Виталий Скопинцев, или Скопинцев, как говорят мои коллеги, вернулся на работу. И вот тут я бы хотел как раз остановиться, да, эта история, которая в своё время хайпанула, как это сейчас принято говорить, на федеральном уровне, и продолжили, кстати говоря, о его возвращении на работу, я видел там федеральные телеканалы, делали репортажи. Как вы к этой истории подходили, как вы, в принципе, поняли ещё тогда, в январе, что эту историю надо давать или не надо давать, да? И как вы сейчас эту историю освещаете с возвращением на работу? Насколько вам это кажется важным? А о чём это говорит? Лена? Ну, то, что освещать эту историю нужно было, это 100%. Мы её освещали, это было понятно сразу, потому что, ну, она была резонансная, это было очевидно, как только это видео появилось. Ну, ещё мы все с вами научены этими пчёлками, на самом деле, потому что, помните, когда пчёлки только появились, я такие, фу, ну, в чём новость-то? Какие-то люди плохо танцевали, то есть, а потом как это бахнуло, сначала на всю страну, потом на весь мир, да? И все поняли, ага, если видишь что-то про вирусное видео, надо брать в новости, потому что все об этом будут говорить. Ну, да, тем более, что опять, там же сразу день в день поступило сообщение о том, что все участники парада, так скажем, с вещами идут на выход, да, то есть, уже было очевидно, что это новость. Подходили мы к ней нейтрально и, в общем, в целом безоценочно, потому что, ну, здесь действительно такая территория спора, то есть, мы её брали к себе в программу «Клуб» в том числе, и эта тема, кстати, ну... Программа, где дискуссия как раз подразумевается. Да, 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 то есть, там у нас наши гости, по-моему, разве что... Не подрались. Да, обувь друг к другу не кидали, потому что мы были настолько полярные точки зрения, то есть, гости говорили, что, ну, ребят, ну, свободное от работы время, люди кайфуют, какие причины, если вы всерьёз думаете, что вот эти люди серьёзно показывают, как играют на бюджет в, так выразимся, карты, ну, наверное, у вас есть чувство юмора, да. То есть, другие оппоненты были, в общем и целом, абсолютно уверены, что здесь вопрос не в том для себя, для внутреннего пользования, для внешнего пользования, что есть некий престиж профессии, причём не только профессии чиновника, но и, в принципе, очень многих профессий, да, то есть, студии, учителя и так далее, и так далее, что должна быть этика, и её надо блюсти в общем и целом. То есть, понятно было, что, ну, да, это поле для дискуссий. Про возвращение мы не стали трогать эту тему, я честно говорю, потому что, ну, ой, мне кажется, этот человек больше не будет даже фотографироваться. Ну, понятно, да, чтобы он всё время не чувствовал себя, да, не жалел, в общем, о том поступке. Но если говорить, я вам скажу, в тройке самых популярных, если что, имейте в виду. Ксюша? Мы давали эту новость, но давали, наверное, после уже кадровых изменений, то есть, не по факту самого видео, а когда это получило какое-то развитие. Вот, моё личное отношение к этому ролику такое, что, насколько мне известно, это всё было каким-то праздником, то есть... Ну, да, да, корпоративные видео. Корпоративные. Единственная проблема в том, что они попали в сеть. Если бы не попали в сеть, ничего бы не произошло, и, ну, если они умеют шутить и развлекаться... Ну, так как программа, в общем, о том, как мы воспринимаем новости внутри редакции и какие сложности у нас иногда возникают, и как мы их пишем, у меня здесь, знаете, какая проблема. Дело в том, что сейчас заявляется, что на самом деле губернатор никого не увольнял. Точнее, уволил только министра и не увольнял сотрудников. Я специально нашёл новости наши январские, да, до несколькомесячной давности, скажем так. И там написано, что нам говорила пресс-служба, что губернатор вместе с министром отправил, значит, из министерства трёх, по-моему, заместителей, что-то в этом духе. И вообще всё руководство он уволил. Именно такая формулировка, да? Не помню. А я нашёл, я специально, да, отмотал и нашёл это дело. И поэтому сейчас какая-то такая двусмысленность некоторая есть. Но, тем не менее, если он хороший работник, да какая нам разница? Танцует он, не танцует. Правда же? Ну, если... Главное, чтобы работал хорошо. Нет? Нет, нет. Другая точка зрения. Вот моя позиция? Да. Вот мне не важно, танцует человек или не танцует. Про историю с переменой позиций я тебе честно говорю, я не помню контекст. Вот я точно помню, что про министра было заявлено, что уволен, причём был комментарий, да, достаточно жёсткий и объясняющий, в общем и целом, почему было принято такое решение. А вот про, так скажем, правую, левую и прочую руку господина Танких я не помню, какая была формулировка, поэтому... Угу. Даже не знаю, как тебе ответить. Хорошо, давайте...